Депутат Госдумы от Саратовской области Антон Ищенко предложил вести мораторий на изменения в налоговой сфере. Однако, пока ни одно предложение народного избранника не нашло отклика. А люди, которые отдали свои голоса депутату, утверждают, что он остается глух и к их проблемам. Тему продолжит наш корреспондент. Анна давно потеряла родителей. До совершеннолетия жила в Киргизии с родными, потом приехала в Саратов учиться. Сейчас, как сирота, претендует на квартиру, но чтобы встать в очередь, пришлось несколько лет обивать пороги чиновников. За помощью обращалась ко всем, в том числе и к депутатам. Писала и Антону Ищенко в надежде, что уж депутат Госдумы точно поможет. Но он даже не ответил. Писала я достаточно большому количеству депутатов. Я даже их всех не помню по фамилии, потому что у меня в электронном виде сохранено где-то было. Очень много там. Так вот, я говорю с правительством, и я субботин что-то ответил. Все, больше никто у меня нет, ни Ищенко. На персональной страничке депутата Госдумы десятки обращений от жителей Саратовской области. Взывают к совести Ищенко в интернете даже представители телекоммуникационной компании. Просят оплатить долг за услуги связи. Наговорил депутат почти на 10 тысяч рублей. В интернете менее словоохотлив. Отвечает лишь на пару сообщений, да и то спустя полгода. Найти довольных деятельностью народного избранника наша съемочная группа пытается у регионального отделения ЛДПР, в чьи списки входит Ищенко. Но здесь нет не то, что тех, кому бы он помог, но даже таких, кто слышал бы его фамилию. Скажите, вы знаете такого депутата Государственной думы Антона Ищенко? Нет, не знаю. Я никогда не слышала этого. Нет, не знаю. Нет, ничего не слышал. Нет. Нет, не слышал. Иногда с трудом вспоминают инициативы Ищенко и коллеги по депутатской деятельности. Говорят, пока на всех уровнях разрабатывают законодательные инициативы, народный избранник лишь привлекает внимание к своей персоне. Ни разу он не вынес на рассмотрение в Госдуму вопрос о выделении средств на дороге. Хотя знает, как нужны деньги Саратовской области. К сожалению, в этой помощи нет вклада депутата Ищенко, хотя он член бюджетного комитета Госдумы. Мы не слышали, чтобы он на комитете Госдумы по бюджету вносил поправки в бюджет, касаемые выделения субсидий на дороге. В сентябре этого года Антон Ищенко пытался баллотироваться и в Пензенской области, но не перешагнул необходимый барьер голосов. Местные жители даже организовали пикет против его кандидатуры. Жители Пензы не хотят видеть его среди представителей власти.